По большому счету, я эту теорему в прошлый раз доказал, но формально говоря, чуть-чуть у меня там осталось недоказанное. Давайте я сейчас все-таки добьюсь, чтобы у меня совсем все было доказано в теореме шара. Перемещение. Это отображение, сохраняющее расстояние. То есть, если мы берем любые две точки, то расстояние между ними должно быть таким же, как между их образом. Итак, для любых двух точек M и N расстояние между ними должно равняться расстоянию между их образом. Давайте я буду расстояние, даже вертикальными палочками для улучшения. Итак, расстояние между образами точек F, F от M и F от N, расстояние между образами точек M и N. Должно быть таким же, как расстояние между самими точками M и N. Отлично. Мы брали любые причины и говорили, что его можно представить в виде набора из нескольких осевых оси метров. Давайте обсудим, почему. Вот представьте себе, на флоскости есть начало координат, точка M. И есть образ F. Я могу соединить эти две точки отрезком. Ну, а если они уже совпадают, то просто что-нибудь буду делать. А вот если они, повторяю, не совпадают, то соединить отрезком и провести прямую. Ну, или, если угодно, когда они совпадают, можно прямую провести через эту точку. Считать, что середина отрезка, соединяющая две одинаковые точки, это сама точка. В общем, так, назовем это L1. Первая наша прямая. Если я выполнил перемещение F, и после этого выполнил симметрию относительно прямой L1, то произошла замечательная история. При отображении F точка O перешла в точку M1, а при симметрии она вернулась на место. Значит, смотрите, уже точка O перешла в точку O. Не под действием одного отображения, а под действием композиции. Замечательно. Я могу, кроме точки O, взять какую-нибудь другую точку. Я на каком-нибудь неналевом расстоянии от точки O возьму, например, точку B. Тогда по определению движения расстояние между точками O и P должно равняться расстоянию между точками F от O и F от P. Я не знаю, где F от P. Она может быть, на самом деле, в любом месте, вот такой вот окружности, да? Окружность центра в точке F от O. В любом месте. Но где-то там она есть. Отлично. Тогда я подвергаю точку F от P симметрии относительно прямой L1 и получаю некоторую конкретную точку. Давайте я ее обозначу точкой Q. Итак, что такое Q? Это образ при симметрии относительно того, куда перешла точка F. И сейчас я говорю очень простую штуку. Смотрите. Эти два отрезка были равны. А при осевой симметрии отрезок переходит в равный ему отрезок. Ребята, чему я добился, когда нарисовал вот эту окружность? Я добился того, что F от P где-то здесь расположен. Я могу взять эту окружность и отразить симметрично относительно прямой. И я получаю окружность с центром в точке O. Смотрите, какая прелесть. O, P это то же самое, что F от O, F от P. Ну и если угодно, я могу палочник писать по вкусу. А это то же самое, что O, V. Потому что я выполнил осевую симметрию. Хорошо. Если у меня точка P случайно совпадет с точкой F, то в качестве прямой L2 я возьму прямую O. Если не совпадет, то я их соединяю в отрезку, беру середину и провожу. В общем, опять же, середины отрезка, соединяющего две совпадающие точки, давайте считать эту самую точку. В любом случае, в качестве прямой L2 я беру прямую, проходящую через точку O, и середину отрезка P. Обратите внимание, прямая L2 проходит через точку O. Поэтому точка O при этой симметрии остается на месте. А вот точка Q переходит в P. Таким образом, произошло уже 2, переходя в P. P, смотрите, сначала отобразилась в F от P, потом под действием симметрия прямой L1 перешла в Q, а потом под действием симметрии L2, вот это надо написать, извините, здесь написал L1, а здесь почему-то L2. При вот такой симметрии O переходит в O, B переходит в O. Если у меня есть две точки, которые переходят сами в себя. Что может быть с плоскостью? Здесь я знаю, что две точки, иногда это называется L2, вот две точки я держу. Что бывает с плоскостью? Либо она остается на месте, либо просто все точки плоскости на месте, либо... Либо... Либо симметрия относительно этой прямой, правда? Вот представьте себе, вот прям вот этот доступ, я вот сажал, там будут две точки освещения. Тогда вся эта прямая на месте. Ну, дальше два варианта, прям и вся плоскость на месте. Либо это осимая симметрия, правильно? Значит, есть два варианта. Вот это преобразование, вот это вот длинное большое. Это или преобразование И. Это первые два слова слова, которые все точки оставляют на месте. Или это симметрия относительно прямой орфы. Так, давайте я отдельно накрываю. Симметрия относительно прямой L1 и отображение F. И это то же самое, что и чунифер. Или симметрия относительно прямой L2, симметрия относительно прямой L1, L2, это то же самое, что симметрия относительно прямой. Обратите внимание, это два варианта. Кстати, отличие абсолютно принципиальное. Симметрия – это преобразование, меняющее ориентацию плоскости. Все знают, что это ориентация? Это направление вращения. Вот представьте себе, наверное, это легко показать на примере… А сейчас она мне дорога. Я знаю, что она тебе дорога. Какая лимонка с этой стороны? Зеленая. Представляете? А что бывает, когда я ее делаю вот так? Она все еще зеленая. А если так? Беленая, черная. А если так? Ребята, любой из вас может взять в какой-нибудь листочек написать с одной стороны «хорошо», с другой стороны написать «плохо», и после этого «кручить». Пока сдвигаешь параллельно, пока поворачиваешь, слово не меняется. Когда перевернул, слово поменялось. Когда еще раз перевернул, слово опять поменялось. У плоскости есть две ориентации. Направление по часовой стрелке вращения, направление вращения против часовой стрелки. И когда поворачиваешь, когда сдвигаешь, ничего не происходит с направлением вращения. Как только перешел, с другой стороны встал, сустотел на арестовку, ориентация поменялась. Так вот, это преобразование меняет ориентацию, а вот эти преобразования не меняют. Параллельный перенос и поворот не меняет ориентацию. Это меняет. Господа, что тебе нужно для того, чтобы разобраться с этими двумя случаями? Очень просто. Давайте в первый случай. Умножу обе стороны равенства на SL2, а потом еще умножу на SL1. Тогда получится так. SL1 в композиции SL2. А здесь, смотрите, забавная вещь. Когда умножаешь на SL2, то два раза получается подряд выполнен на SL2. Асимметрию относительно прямой, если два раза подряд сделано, то это то же самое, что ничего не делал. А после этого на SL1 умножаешь, вот это считается. Поэтому получается просто на пустой перс. Второй случай так же. умножаем дыржаву сначала на SL2, а потом на SL1. Это будет SL1, SL2, и SOB. Господа, в прошлый раз я не выписывал все, что не хватило, а сейчас вот аккуратно выписывал. Реально два случая. на самом деле первый из них очень простой. Потому что мы получили, что F это просто композиция двух осевых асимметров. И этот случай был на прошлом занятии подробно разумным. Давайте, посмотрим. Вот это L1, L2. Здесь вот тоже самое. L1, L2. Смотрим, куда переходит точка. Берем какую-нибудь точку, под действием L2 она перешла сюда, потом она перешла сюда. Легко видеть, что у нас получается параллельный перенос над двойный вектор. Вот если вот расстояние между этими двумями обозначить V, и вектор V это перпендикуляр параллельный, то мы получаем, что вот в этом случае это просто-напросто параллельный перенос на двойный вектор. Теперь смотрите здесь. Если берешь произвольную точку, подвергаешь ее симметрии относительно L2, а потом ее подвергаешь на симметрии относительно L1, то смотрите, что у нас будет. Вот эти углы будут равны, эти углы будут равны. Видно, что вот здесь тут какой-то угол между прямыми, а вот этот угол в два раза больше. Соответственно, вы получаете, что результат это поворот вокруг точки O на второй кругл между прямыми L1 и L2. Отлично. Отлично. Ситуация, когда F это отображение, сохраняющее ориентацию, полностью разок. теперь надо разобраться с ситуацией, когда F это композиция трех осевых симметров. Ну, конечно, они там как-то возникали, там, прямая U, P, прямые L1, L2, но, ребята, лучше на эту тему вообще не быть. Надо просто решить вопрос, что такое композиция трех осевых симметров. А, вы не знаете, что у него композиция. Композиция я решил написать сочинение по литературе. Первое. Надо прочитать книжку, по которой это сочинение. Правда? Не верно? Нет. Хорошо. Вот. Второе. Надо взять цифрадку. Третье. Надо взять ручку. Четвертое. Надо что-нибудь написать. Замечательно. Вот подряд надо выполнить четыре операции. Обратите, пожалуйста, внимание, порядок исполнения этих операций важен. Если я напишу до того, как прочитаю книжку, результат будет другой, чем если я сначала прочитаю книжку, а потом по ней напишу сочинение. Правда? А алгоритм это самое получается? Нет. Не то же самое. Алгоритм может внутри себя содержать условные переходы, он может внутри себя содержать несколько команд, которые надо использовать несколько раз. Алгоритм это гораздо более широкое понятие. А здесь просто взять и сделать следующее. Взять плоскость, перевернуть ее относительно прямой ОП. Замечательно. После этого относительно прямой ОТ. После этого относительно прямой ОТ. Что получится, это и называется результат исполнения трех подряд новых. Вот это может назвать позициями. Теперь какие, что я могу вот так сказать самое-самое простое. Ребята, я легко могу упростить эту задачу, если прямая L1 параллельно прямой L2. Рассказать, почему тогда все не было. Потому что композиция, когда две прямые параллельны, уже посчитана вот здесь. Помните? Это будет просто параллельный перенос. А композицию параллельного переноса и осевой симметрии посчитать не так уж сложно. Более того, на прошлом занятии я это делал. Я сейчас конечно напомню, но вообще на прошлом занятии это делал. Что сейчас надо вам объяснить? Если эти прямые параллельны, то ситуация очень простая. Когда прямые параллельны, то композиция это параллельный перенос. И поэтому давайте этот случай мы разберем. итак я пишу отдельно. Второй случай под случай А. Это когда смотрите Ф равняется С Л1 в композиции с Л2 в композиции с это самое приемлемо Л1 параллельно Л2. И случай Б все тоже самое только Л1 непараллельно лимой Л2. Вот эти две ситуации я сейчас вам разъясню. Удивительно могут они очень похожи. А похожи они вот как. Если Л1 непараллельно Л2, то это означает, что они пересекаются. Правильно? Да. Правильно. Если они пересекаются, то между ними есть какой-то конгул Фи. Правильно? И композиция это вот этот поворот. Но ребята, композиция зависит от точки, зависит от угла, но не зависит от целиком угла, не меняя величину угла между прямыми, то композиция не изменится. Я могу вот эти две прямые Л1 и Л2 поворачивать вокруг точки их пересечения, не меняя величину угла. И при этом ничего меняться не будет. Так вот, в этом случае я поверну так, чтобы Л2 стала параллельно прямой ОП. То есть, смотрите, какая история. Где-то там была какая-то прямая ОП. Она может совершенно непонятно как идти, О это не так, О это другой смысл. Может быть лучше было бы вместо полных все, там креми. А? Кюмой. Нет, Ку я тоже там использовал. А, например. Ну, например, В еще не было. вот так не будет. Так вот, там где-то есть прямая ОП, замечательно. Где-то здесь проходят прямые. Ребята, я заменю прямые Л1 и Л2 на некоторые новые прямые таким образом, чтобы выполнялось такое забавное условие, чтобы композиция, вот этот самый мой поворот на угол 2фи равнялась композиции для наших прямых Л1 и Л2 штрих. И я хочу, чтобы прямая Л2 штрих была бы параллельна прямой ОП. Это можно сделать. Эти прямые можно так повернуть, чтобы стало параллельно. И происходит потрясающая штука. При этом повороте вот смотрите сюда. Вместо Л1 и Л2 возникают здесь штрихи, здесь параллельно, и поэтому вот это будет параллельный перенос. Значит, случай В, я свел фактически к случаю А, только параллельный перенос теперь стоит справа от осевой симметрии, а в случае А он стоит слева от осевой симметрии. Значит, если я научусь решать две задачи, а именно научусь вычислять композицию параллельного переноса и симметрии, и такую, и такую, то я полностью завершу доказательство теоремы шагу. это на самом деле скользящая симметрия. Единственное, ни в коем случае нельзя писать, что вот это равно этому, или что это равно этому. Почему? Потому что в определении скользящей симметрии, и это в прошлый раз я подробно все объяснял, было такое важное требование. Прямая L должна была быть параллельной. Что такое скользящая симметрия? Это когда у вас есть какой-то вектор, вектор А вдоль прямой L, и вы любую точку плоскости отображаете следующим образом. Вы ее подвергаете симметрии и сдвигаете на вектор А. Какая другая точка? Подвергается симметрии и сдвигу на вектор А. Еще какая-нибудь точка? Симметрия и сдвиг на вектор А. Так вот, вектор А надо разложить вдоль и в перпендикулярном управлении по отношению к прямой резине. Если это быстро сделаем, в прошлый раз те, кто понимают, что я это делал все подробно, ребята, пусть прямая L это не будет ночь абсцисса. Я же могу там ввести систему коронавра, чтобы прямая L была уже абсцисса. Тогда у меня есть какой-то там вектор А. Я имею право разложить его на два вектора. Один из них расположен параллельно прямой L, а другой расположен перпендикулярно. Давайте их обозначим в B и Z. Вспомните, относительно какой прямой на какой вектор нужно рассмотреть скользящую симметру, чтобы это было бы вот это преобразование. Композиция параллельно перенос и симметрия относительной L или наоборот симметрия относительной L и перенос. Это два разных ответа будут, но довольно похожи. Смотрите, что надо сделать. Надо взять вот этот надрез и поделить его пополам. И ровно это состояние отложить по вертикали. Давайте его подозначить провести прямую параллельно оси абсцесса. Когда я беру вот эту точку, прям в другую точку для этой прямой, отражаю ее относительно прямой L. Отразил относительно прямой L. Она попала на цепку пола уже вот внизу. После этого стригаю на вектор A. Получается забавная ситуация. Она сдвигается, возвращаясь на эту уровень, потому что здесь как раз была цепь, а здесь два раза цепь попала. Она под действием вектора A сдвигается сюда, но при этом по горизонтали она сдвинулась на сколько? На B. Ребята, вот эта прямая при сначала симметрия относительно L, а потом параллельный перенос. Вот эта вся прямая сдвигается направо на расстояние B. А именно таким свойством обладает скользящий L. М позначим. Господа, это есть скользящая симметрия на расстоянии B сдвигаем вдоль прямой M и делаем симметрию относительно прямой M. Обратите внимание, что если я возьму любую R чуть-чуть выше, замечательно, тогда при симметрии отразится чуть-чуть ниже, а при сдвиге перейдет сюда. А это и соответствует тому, что я отразил E. Хорошо. Я нашел такую композицию. Догадайтесь, где будет ось, если композицию брать в обратном порядке. Где будет ось? Если я сначала параллельный перенос, а после этого делаю осенную симметр. Да? Ну, же на это пола не выше, не ниже. Конечно. Надо просто провести прямую вот здесь. Смотрите, что будет. Вот это состояние это те самые цепны пола. Я беру любую точку напрямую, сдвигаю на вектор А, попадая напрямую М, да? напрямую Н, начну. Двигаю сюда. И после этого делаю симметрию относительно прямой В, замечательно, возвращаясь на прямую. Вот такая композиция это симметрия относительно Н и сбив на то же самое расстояние В вдоль В. В.